В Уральске начался суд по резонансному делу о взрыве газа в кафе. В результате трагедии трое погибли, шестеро получили сильные ожоги. На скамье подсудимых 34-летний владелец кафе Мендибек Уалиев. По версии следствия, им была грубо нарушена техника безопасности. Из зала суда репортаж Татьяны Рудометовой. На суде подсудимый сразу же попросил учесть, что у него трое несовершеннолетних детей. Его адвокат ходатайствовал о возвращении дела на доследование и изменении мира пресечения обвиняемого на домашний арест. Однако потерпевшие выступили против. Между тем не установлена конкретная причина взрыва баллона. Либо он был переполнен газом, либо случился температурный перепад, говорит адвокат. Известно только, что накануне работники кафе заправляли баллон на ближайший АГЗС. Однако ни его руководители, ни работники этой газозаправки в настоящее время не привлечены. В отношении их действий не проведена никакая проверка. То есть, учитывая заключение экспертов о том, что одной из причин взрыва газового баллона могло явиться переполнение жиженым, чрезмерное переполнение жиженым газом, в настоящее время убедены от ответственности руководителей газозаправочной станции, где запрещено заправлять газовый баллон. Подсудимый обвиняется в уголовном правонарушении по статье 292 части 3. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Отмечу, что суд отказался перевести подсудимого из СИЗО под домашний арест. Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины в виде самонадеянности и небрежности. То есть, виновный осознает, что нарушает требования пожарной безопасности, предвидит возможность наступления общественных опасных последствий, однако без достаточных тому оснований самонадеянно рассчитывает на предотвращение этих последствий. Перед вынесением приговора суду предстоит выслушать всех потерпевших. Известно, что две пострадавшие от взрыва девушки до сих пор проходят лечение в Самарской клинике. Напомню, взрыв в двухэтажном кафе произошел ночью 4 января. От хлопка газовоздушной смеси здание обрушилось и начался пожар. Рухнула стена, потолок и крыша здания. В результате трагедии погибли три человека, шесть получили сильнейшие ожоги. Татьяна Рудометова, Алтынбек Кабделов, Астана Таймс из Уральска.